Поэтому мы пригласили на нашу онлайн-встречу президента рекрутингового портала superjob.ru Алексея Захарова. А я хотел бы узнать у Алексея Николаевича экспертное мнение, как в среднем у соискателей изменилось время на поиск работы. Добрый день. Добрый день. Это наше экспертное мнение. Ну что, а сейчас я хотел бы передать вам слово. Я думаю, что вам есть что сказать нашим участникам форума. Ну, времени, к сожалению, не очень много. Какие-то вопросы были озвучены заранее, поэтому я постараюсь на них ответить. Итак, один из первых вопросов, который звучал. Сколько же у нас в целом в стране на сегодняшний день безработных? Официальные данные, последние, которые были за август, это 3,6 миллиона зарегистрированных безработных. Это те, кто стоит на учете в центрах занятости и получает пособие по безработице. Там даже не все получают пособие по безработице. Наши данные, данные Superjob говорят о том, что на учет в центре занятости встает только каждый третий по разным совершенно причинам. Соответственно, цифру 3,6 миллиона мы можем смело умножить на 3 и получим, что реальная цифра у нас где-то там на сегодняшний день 10 плюс миллионов человек безработных. Это те, которые находятся без работы и находятся в поиске работы, потому что есть еще значительное количество людей, которые находятся либо в теневом секторе и не выходят на открытый рынок труда и не ищут официально работу такую по найму, либо просто отчаялись и вообще никакой работы не ищут, сколько их, ну, к сожалению, статистика это вообще не позволяет нам никакая понятия. При этом общая ситуация на рынке труда, она, к счастью, достаточно быстро выправляется. Мои собственные ожидания в процессе развития вот этого коронабесия, как сказал господин Делягин, были гораздо более пессимистичны. Я ожидал, что мы начнем восстанавливаться не раньше Нового года активность работодателей, но уже в последнюю неделю августа активность работодателей по данным Superjob немножко превысила докризисную активность. И сейчас работодатели очень активны на рынке труда, при этом люди, которые раньше искали работу активно, сейчас активно работу не ищут. Часть пересиживает все эти вот моменты на даче и еще не вернулась. Часть выходили спокойно на рынок труда, зная, что они в любом случае работу себе найдут. Сейчас работу не очень хочет менять, даже если она не очень устраивает. Люди предпочитают синицу в руке, а не журавля в небе. Поэтому складывается парадоксальная ситуация. На Superjob опубликовано на сегодняшний день около 400 тысяч объявлений о вакансиях по всей стране. Это больше двух миллионов рабочих мест. И работодатели говорят, что сейчас им сложнее даже подбирать людей. И отклик несколько ниже, чем было до кризиса, потому что люди ведут себя менее активно. Поэтому если у кого-то стоит вопрос актуально с поиском работы, то сейчас это проще, чем это будет через месяц, через полтора, когда все вернутся из деревень, с дач, пойдут искать работу, тогда конкуренция резко возрастет. Дальше. Спрашивали меня про программы поддержки занятости, которые реализуются государством, в том числе в регионах. Я почитал эти программы. Первый раз я эти слова видел в кризис 2007 года. Мне кажется, с тех пор ничего не изменилось. Суть этих программ сводится к тому, что крупнейшие, как правило, государственные или полугосударственные региональные работодатели получают от государства какие-то деньги на то, чтобы сохранить массовую занятость, чтобы люди не вышли на улицы, не начали безобразничать. Эти программы обкатаны. Сказать, что они работают эффективно на развитии экономики – нет. Но сказать, что они достаточно эффективно сохраняют занятость, ради чего они, в общем, и были предназначены, наверное, да, людей научились приковывать к предприятиям. Наши люди считают, что лучше низкая зарплата, чем выход на открытый рынок труда. Это стресс. Особенно старшее поколение до последнего держится за свои рабочие места и не хочет, и боится что-то менять, поскольку с детства приучали к тому, что занятость пожизненная, и это правильно. Значит, к сожалению, времени не очень много. Я про рынок труда очень-очень подробно рассказывал буквально на днях в большом интервью для телеканала РБК. Я пошлю ссылочку на это интервью, его можно будет посмотреть. Также спрашивали по поводу советов, как правильно искать работу. И тоже совпадение на днях, уже не на днях, месяц назад вышла моя книга, где самым подробным образом описаны все рецепты эффективного поиска работы. Я ссылочку тоже на это все пошлю. Что касается профориентации молодежи, у «Суперджок» действует огромная программа по профориентации. Наши курсы читаются в 150 вузах, лучших вузах в стране. Мы работаем с сотнями школ и проводим в том числе и бесплатные онлайн-вебинары, семинары по этой теме. Кому интересно, для детей скорее, для собственных, они вряд ли нас смотрят здесь, то рекомендую зайти на «Суперджок» и там все это посмотреть. Я такое раньше нигде не встречал. 10 миллионов безработных – это действительно гигантская оценка. Ну, чуть больше. Даже чуть больше. На самом деле ситуация следующая. Есть данные счетные палаты по концу прошлого года. Там вставал вопрос по исполнению задач государственных программ. И для Минтруда одна из задач была повысить количество регистрируемых официально безработных с 21% до 30%. То есть ставили задачу, чтобы Минтруд зарегистрировал в качестве безработных хотя бы 30% от тех, которые реально есть. И счетная палата выявила, что эта задача не была выполнена. Поэтому счетная палата считает, что количество безработных, которые у нас есть, о которых говорит Минтруд, надо умножать на 5. Но данные «Суперджок» все-таки говорят, что надо умножать на 3. Я нашим данным верю больше. Поэтому если мы будем смотреть на данные, которые дает Минтруд, и умножать на то, что сказала счетная палата, то мы получим сейчас у нас 18-20 миллионов безработных. Я думаю, что скорее у нас 11-12. Особенно для нашей страны, которая, если выехать за пределы МКАД московской, то вся наша страна является полем для инвестиций, для работы, для возделывания, для пахоты, для строительства. И при этом страна тонет в деньгах, страна тонет в ресурсах, и при этом люди сидят без работы. Мир абсурда. Да, мы перед началом нашего форума предложили зрителям задавать вопросы, нашим спикерам. И вам, Алексей, поступил такой вопрос от Надежды Геннадьевны Бачковой из города Рязань. Вопрос звучит так. Периодически поднимают тему о том, что некоторые профессии скоро исчезнут. Говорят и про бухгалтеров, и про охранников, и так далее, и тому подобное. На ваш взгляд, кому уже сейчас стоит задуматься о переквалификации? Ну, с бухгалтерами все действительно очень печально, поскольку все переходит на цифру, и место для фискальной бухгалтерии, а бухгалтерия все-таки первое ее предназначение и главное – это фискальная история, она вредна для любого бизнеса. То есть ни одному бизнесмену, бухгалтер, тем более главный, который учитывает налоги, не нужен. Финансовое планирование нужно, а бухгалтерия – штука нужная государству, чтобы следить за нами, за бизнесменами. Так вот, государство все больше и больше переходит на цифру, и в момент, когда совершается какая-либо внешняя даже транзакция в компании, не знаю, кто-то купил мороженое или ботинки, в данном случае, Ральф Рингера, сразу все налоги посчитались, все льготы учились, значит, все списалось, и электронные документы оборотят уже данность, соответственно, стандартному бухгалтеру, который не занимается финансовой аналитикой, не занимается каким-то там финансовым планированием, работая с банками, с кредитами и так далее, а просто занимается первичкой, например, да, и налоговым учетом, ему места уже нет, уже он не нужен, это уже все лишнее, оно уже все в цифре. Де-факто эти люди еще работают, и до июля они еще работают, но, в общем, де-факто не нужны, в ближайшие 10 лет количество бухгалтеров сократится в 10 раз. И если бухгалтер просто не финансовый аналитик, да, не бизнес-аналитик, не человек про бизнес-метрики, а просто человек про цифры, про учет, то учетная бухгалтерия, и все, она уже мертва, а дальше количество бухгалтеров будет сокращаться и сокращаться, и сокращаться. Ну, это вот, да, профессия в катастрофической зоне риска. Охранники, ну, да, тоже, конечно. Алексей, спасибо вам большое за очень интересное выступление, за такую информацию, которая действительно полезна нашим участникам форума. Ссылочки я в чат сейчас отправлю, в общем. Да, прекрасно, это будет очень интересно и полезно. Я думаю, что большинство наших участников форума являются вашими, пользователями вашего портала, если нет, то я думаю, что они сейчас могут это также сделать. Ну, не надолго, то есть, не надолго пусть, зашли и ушли. Да, зашли и ушли. Я надеюсь, что вы поможете им как раз-таки в поиске работы. Это одна из мотиваций главных, которые сейчас есть у очень многих людей, живущих в нашей стране. Я думаю, что и у тех, кто пришли на наш форум. Спасибо.